Ну что, друг, зачем ты так грубо общался с Александром Александяном, он вроде с тобой нормально, вежливо общался. Почему у чеченцев так много спортсменов и так мало ученых может культ силы и мешает добиться независимости? Тупость бывает, реально у него нет возможности, человек тупой, он не пытается даже как-то себя развить, он не поглощает новой информацией, он просто вот на одном уровне стоит, а где-то даже наоборот деградирует. Так, салам алейкум всем. Тумсо, какое впечатление осталось от вчерашнего голосового чата в телеграме с Александряном? Ва алейкум ассалям. Если кто не знает, у нас вчера состоялся диспут в телеграмм, в голосовом чате. Происходил он ночью, начался в 11 часов по среднеевропейскому времени, что соответствует полуночи по Москве. И продлился он до часиков, наверное, трех по московскому времени. Час сорок три, по-моему, длился сам этот диспут, но потом мы еще какое-то время общались. У меня впечатления, да, никакие обычные, я не могу ничего какими-то впечатлениями отдельными поделиться. Для меня это обычный чат, обычный разговор, спор. Но в целом, я думаю, людям было интересно нас послушать, так как слушателей было немало, более тысячи человек на пиках. В целом разговор получился у нас интересный. И то продолжение уже после диспута, как мы пообщались, обсудили разные, связанные с нашим регионом в целом темы. В общем, было интересно. Поэтому я всех вас приглашаю, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка есть в описании. Практически каждую ночь я провожу там голосовые чаты. Любой человек, желающий с нами поговорить, поспорить, покритиковать, может приходить. Такая возможность там имеется, я даю такую возможность. Причем правила очень гибкие. И, например, вот этот армянский блогер, он просил, чтобы разговор происходил как бы только между мной и им. Ну, я удовлетворил это его желание, говорили только мы с ним. Также, если у вас есть какие-то ваши пожелания, если вы хотите, допустим, не так, не в таком формате разговаривать, а вы бы хотели, чтобы еще там были подключены люди, которые бы вам как-то помогали там информацией. Будь их 10, будь их 20, никаких проблем. Как вы захотите. В общем, в этом плане мы абсолютно открыты. Наш телеграм-канал и голосовой чат в нем, это площадка для дискуссии, для общения. Приходите. Тумсу, а почему вчера в твоем голосовом чате телеграма ты не всем давал слово? Но как я мог дать слово всем? Там слишком много было людей, которые желают разговаривать. Вообще, поначалу договор был такой, что говорим только мы с ним, остальные все слушают. Поэтому изначально, по-моему, час, где-то часа полтора говорили только мы с ним. А после уже я включал порционально людей, по 10 человек, по 15 человек. А включить всех желаю, еще просто не было возможности, так как там порядка сотни людей все хотели разговаривать. Но, как вы понимаете, невозможно одновременно говорить такому количеству людей. Тумсу, друг, зачем ты так грубо общался с Александром Александяном? Он вроде с тобой нормально, вежливо общался. А в самом начале, перед тем, как мы с ним начали разговаривать, я сразу же обозначил свое отношение. Этот человек оскорбил меня перед тем, как выйдет со мной в эфир. Сделал это публично в одном из своих роликов. Мне скинули эту вырезку, где он называл меня балаболом, трусом. Поэтому я сразу обозначил, что разговор с ним будет идти в соответствующем тоне. Никакого уважения ему ждать не стоит. И, в принципе, он мог отказаться, если сразу же он мог сказать, тогда я не хочу разговаривать, если здесь нет уважительного тона. Но он продолжил. Ну и, соответственно, в этом ключе, в этом тоне я с ним не разговаривал. И все должны понимать, что нельзя меня оскорбить, а потом прийти и ждать от меня какого-то уважения, дорогие друзья. Я, понимаете, я создаю все условия для людей. Я не закрыть там, я за какой-то высокой стеной не прячусь. Открыто говорю, вот есть телеграм-чат, вот приходите, общайтесь, разговаривайте. Главное, не переходите там какие-то границы, не материтесь, не оскорбляйте, не призывайте к какому-то насилию и так далее. И никаких проблем мы будем с вами говорить. Даже если ваше мнение мне очень неприятно, но я буду его все равно слушать, вы будете его озвучивать. Однако, если вы перешли вот эту грань, вы решили сначала оскорбить меня без каких-либо причин на это. Этих причин не было. Изначально я говорил, приходите, говорите, но нет, он не хочет разговаривать, балабол, трус, ноки. Если так разговор пошел, то не ждите какого-то уважения в свой адрес. Конечно, я буду разговаривать без уважения, грубо. И так и надо. Томсо, а с Александром тебе диспут в принципе был интересен? Мне абсолютно не было интересен. Интересен он был ему. Он пришел, и мы поговорили. Я хочу также сказать, что мне не интересен диспут ни с кем, кто бы хотел прийти и пообщаться. Каждый, кто приходит и общается, приходит исключительно из своего личного интереса. Когда мне будет интересен диспут с кем-либо, приду я. Я предложу, я выйду с предложением, договорюсь о месте, времени. Но когда вы приходите ко мне, то интерес ваш. И не надо пытаться это выставить как-то иначе. Говорить, что я там что-то вызываю, требую. Нет. Интерес сугубо ваш. И не надо стыдиться это признавать. Когда что-то интересно мне, я не стыжусь это признаю. 30 октября турнир UFC. В нем будут участвовать два чеченца, четыре дакистанца. Мне интересно, болеешь за них, за болезни, за мусульман. Бывает ли тебе приятно, когда они побеждают? Становятся чемпионами. Мне не твое интересно. Вообще плевать. Никаких эмоций не испытываю я от этих людей, от их участия в этом. Ну, кроме негативных. Никакого позитива не испытываю. Я бы вообще не хотел, чтобы в подобных шоу участвовали мусульмане. Я сейчас не хочу определять некоторых людей, как мусульман или не мусульман. Я сейчас не об этом. Но в целом, я имею в виду, у мусульман к этому отношение должно быть негативно. Это шоу, в котором нет никакого блага. Мне интересно, почему тогда 90% мусульман со всех стран поддерживают этот вид спорта, ну UFC и так далее, зная, что это все харам. Либо они все в заблуждении или не хотят это принимать, твое мнение. Ну, я не знаю, как ты провел эту статистику, что 90% мусульман со всех стран. Я не думаю, что 90% мусульман со всех стран даже знают, что такое UFC. И тем более им интересуется. К сожалению, конечно же, немало есть мусульман, которые этой темой интересуются. Даже болеют там за кого-то, знают их всех по именам, какие там они бои выигрывали, какие проигрывали, сколько у них побед нокаутом, сколько удушающими и так далее. Но, к сожалению, это такое невежество, которое присутствует везде. Мы не можем целиком и полностью от этого избавиться. Также вы должны понимать, что это очень популярное сегодня шоу. Оно сильно как бы пиарится. Разумеется, многие мусульмане на эту тему ведутся. Не без этого. Это такие, так скажем, слабости людей. Но мы не должны из-за этого это как-то поощрять или одобрять. Как бы там ни было, мы понимаем, что это абсолютно неприемлемые вещи. Мусульманину должно быть впадло просто участвовать в подобных мероприятиях. Веселить аудиторию, набивая морду или давая набивать ее себе. Это ненормально. Вы можете себе представить сахабов, да будь доволен ими всеми Аллах, чтобы они выступали на таких гладиаторских поединках, на потеху публики. Можете вы себе такое представить? Или чтобы они сидели и болели за каких-то там выступающих мусульман или не мусульман. Представьте себе просто абсурдность этой ситуации. Почему у чеченцев так много спортсменов и так мало ученых может культ силы и мешает добиться независимости? Кирилл Леонов вполне возможно. И то, о чем ты сейчас говоришь, я это не отрицаю. Это проблема, которая у нас существует и которую надо решать. Действительно, вот эта вот мода на спорт, которую у нас пропагандирует Кадыров. Я не против спорта. Спорт это хорошо. Но вот эта повальная тема, когда каждый мальчик или каждый родитель пытается из своего сына сделать спортсмена, каждый там равняется на этих спортсменов, это ненормально. Нужно развивать, в первую очередь, нужно развивать мозги своего народа, потому что успех народа, государства, это мозги, а не спорт. При этом спорт, это хорошая, конечно, тема, прежде всего для себя, но в меру. Тому что, почему в Чечне так не популярна наука, бойцы, борцы, гоня? Ну вот я как раз об этом и говорю. А как в Чечне может быть популярна наука, если во главе сегодня Чечни стоит кремлевский наместник, у которого нет трехклассов образования, у которого есть некий предел в развитии. И человеческий мозг, он же практически в нашем, по крайней мере, в таких нами объемлемых понятиях, он не ограничен. Мы постоянно развиваемся до самой смерти. А этот человек, у которого есть потолок, он все, он бьется об него, дальше он не может. Ну, тупость бывает, реально у него нет возможности. Человек тупой, он не пытается даже как-то себя развить, он не поглощает новой информацией. Он просто вот на одном уровне стоит, а где-то даже и наоборот деградирует. И собирает вокруг себя, разумеется, таких же людей. И они вот эту вот моду культ силы, там, спорта, они его там устанавливают, пропагандируют, это оплачивают. И, разумеется, народ под это подстраивается. Народ видит, что для того, чтобы жить хорошо, чтобы можно было построить хороший дом, там, поставить ворота на этот дом за несколько миллионов или десятков миллионов рублей, одни ворота. А это ему надо, потому что соседи-то такие у нас ведь, понимаете, когда ты видишь, что твои все соседи стремятся к этому, у них дома такие, живут они так, на машинах ездят вот таких, то ты хочешь, не хочешь, пытаешься как-то соответствовать этому уровню. И вот он видит, что достичь этого он не может путем изучения математики, физики, химии, высоких технологий, нет, в республике это не востребовано. Но зато он видит, что он может хорошо где-то выступить на каком-нибудь спортивном поединке или спеть, если это девушка, то нарядиться как-нибудь в обтягивающий наряд, вымазав там свое лицо и какую-нибудь спеть хорошую песню про Кадырова или про его отца. И в этом случае тебе могут подарить машину, дать, значит, деньги, билет в хорошую жизнь. Я имею в виду, чтобы у тебя были концерты, если ты артист. А если ты спортсмен, то опять-таки с тобой будут заключать какие-то контракты, ты будешь выступать, я буду делать подарки. И видя это, он, разумеется, стремится к этому, а не к науке. Чтобы это изменить, нужно вот этот подход, эту кремлевскую, всю вот эту братью вместе с Россией оттуда вышвырнуть. Туда должны прийти избранники народа в своем свободном государстве. И эти избранники должны развивать именно какие-то научные сферы. Субтитры создавал DimaTorzok